В последние дни по уголовному делу в отношении Николая Николаевича наметились некоторые подвижки. Правда, подвижки весьма своеобразные. Если раньше мы жаловались, в принципе, это так оно и было, что органы следствия не отвечали на наше ходатайство, которое мы заявляли следователям, то есть вообще оставляли фактически без рассмотрения, потому что мы не получали ни постановления об их удовлетворении, либо постановления об отказе в их удовлетворении, то сейчас подвижки пошли следующим образом, что мы стали получать постановления по нашим ходатайствам, правда, они все датированы задним числом, то есть постановления указаны июльские даты, а на конверте указаны августовские штемпели. Ну, наивно бы, наверное, было полагать, что следователи что-либо удовлетворят или разрешат Николая Николаевича. Естественно, это постановление об отказе в удовлетворении ходатайств, но меня возмущает формулировка, то есть те формулировки, которые они мотивируют принятые ими решения об отказе. Например, заявлялось ходатайство о возврате Голосковой Анжелики Гордона, это супруга Николая Николаевича, изъятых у нее в квартире денежных средств, которые были изъяты в ее отсутствии, потому что она не находилась в момент производства оборудования в квартире. Так отказали в возврате денежных средств. Следователь Кабдурахманов отказал в возврате денежных средств, мотивируя тем, что она не смогла доказать, что находящиеся в ее квартире денежные средства принадлежат ей. Как указал следователь, она не предоставила каких-либо документов, свидетельствующих о принадлежности находящихся у нее в квартире денежных средств и еще добавил. А также она отсутствовала в ходе обыска. То есть, понимаете, если провести аналог, сейчас к любому можно зайти гражданину, провести у него обыск в его отсутствие, забрать все деньги, которые у него есть, там хоть 20 тысяч рублей, хоть 50, хоть 100 тысяч рублей, и потом их не возвращать, мотивируя тем, что гражданин не предоставил документ, свидетельствующий о принадлежности ему этих денежных средств. А какой это должен быть документ? Это что, какой-то паспорт на денежные средства с указанием номеров каждой купюры или показанием свидетелей, которые заходили раньше, видели, что эти денежные средства есть, что они принадлежат этому человеку. То есть, вот каждый, кто сейчас меня слышит, вот представьте, что к вам в квартиру пришли сотрудники правоохранительных органов, забрали все денежные средства, которые есть у вас в квартире, и говорят, что если вы хотите, чтобы мы их вам вернули, предоставьте документы, подтверждающие принадлежность денежных средств. Принесете вы, например, выписку, что вы сняли эти деньги, там, например, со счета в банке. Вам скажут, а вы докажите, что вы именно эти купюры, именно с этими номерами снимали в банке. И что вы тогда сделаете? То есть ужас, что происходит. Так вы женаты? Женаты. А справочки есть? А вот у меня справочка, что я женат, а вот это вот, что на женщине. Вот у меня справочка, что я ее муж, а вот это вот, что мы муж и жена. А на других лицах женского пола вы не были женаты? Никогда. А справочки есть? Какие? Что вы не были женаты на остальных лицах женского пола? А вот вы пойдите и у каждой женщины возьмите справочку, что вы не были на ней женаты. И приходите завтра. Другое ходатайство мы заявляли. Ведь Николай Николаевич, находясь под домашним арестом, естественно, ему нужно реализовывать какие-то потребности как к человеку. Ну, вопрос с продуктами. Мы решили, продукты там либо отец ему привозят, либо я ему привожу, передаю. Ну, ему же надо подстригаться, например. В отличие от меня, у него на голове много волос. Соответственно, я обратился к следователю с ходатайством о том, чтобы разрешили к нему прийти парикмахеру, чтобы парикмахер мог на дому его подстричь. Заявили ходатайство. В результате постановлением следователя, Каптурахманова, нам было отказ на удовлетворение этого ходатайства. Но меня больше всего возмутила мотивировка, на основании которой было отказано. То есть следователь мотивировал свой отказ тем, что от, дальше указана фамилия парикмахера, не хочу сейчас озвучивать, от парикмахера в адрес органа следствия не поступало заявлений, свидетельствующих о его желании оказать услугу обвиняющемуся в совершении тяжкого преступления и находящемуся под домашним арестом лицу. То есть, понимаете, такое ощущение, что парикмахер должен был идти в квартиру не к доктору исторических наук, профессору, доценту и заведующему кафедрой дипломатии международных отношений, а должен был идти в квартиру подстрекать Чикатило какого-то, да? То есть, что он должен был заявление написать, что он умышленно, осознанно идет в квартиру к лицу, обвиняющемуся в совершении тяжкого преступления, подразумевая, что все риски и всю ответственность он берет на себя. Ну, то есть, понимаете, ну, глупость просто несусветная, что парикмахер лично должен был обратиться к следователю с заявлением, что он желает оказать услугу не просто человеку, а именно обвиняемому в совершении тяжкого преступления лицу и находящемуся под домашним арестом. То есть, вот, понимаете, то ли они смеются над нами, откровенно уже, следователи, то ли это действительно вот уже какой-то театр абсурда начался. Естественно, будем обжаловать эти постановления, но вот формулировки эти просто вызывают негодование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова